Друзья, всем привет! Давненько я не готовил узбекскую кухню и сегодня мне очень захотелось приготовить басму. Я считаю, что басма это одно из вкуснейших блюд узбекской кухни, при этом она готовится, друзья, очень легко и просто. Для этого мне понадобится баранина, в данном случае у меня молодая барашка, мне понадобится картошка, баклажаны, помидоры, болгарский перец, зелень, лук, чеснок, морковка. Мне еще, друзья, понадобится капуста. Ну и, друзья, как я вам сказал, готовится это легко и просто. Первым делом надо все нарезать на кусочки. И, кстати, мне удобнее будет другая доска, так как она у меня с гастроемкостью. Мне будет удобнее сразу все нарезать и складывать вот сюда. Вот такая здесь у меня есть гастроемкость прямо в этой доске. Кстати, это очень удобно. В данном случае, когда я буду нарезать, сразу буду сюда все скидывать. Первым делом, друзья, надо порезать лук. Я уже заранее все почистил, подготовил. Лук, друзья, надо порезать полукольцами. Да, друзья, хочу вам еще сказать, что в этом блюде лука должно быть много. Не бойтесь его добавлять, как раз в этом блюде лук даст свой вкус и блюдо будет еще более вкусным, насыщенным. Далее, друзья, надо нарезать болгарский перец. Перец режем тоже кольцами. Далее, друзья, нарезаем помидоры. нарезаем. Смотрите продолжение в следующей серии. Далее нарезаем морковочку. Морковку, друзья, нарезаю просто кусочками. Кстати, друзья, блюдо басма очень похоже на блюдо хашлама. Это родственное блюдо, я считаю. Единственное, что в хашламу не добавляется морковка и в хашламу не добавляется капуста. В данном случае нам еще понадобится капуста. Какую-то часть капусты, друзья, мне надо нарезать мелко. Но мне еще понадобятся цельные листочки. Далее я вам покажу, зачем. Еще, друзья, нам сюда понадобятся баклажаны. Баклажаны буду нарезать вот таким вот методом. То есть баклажаны мы не режем на кружочки, а режем просто на пополам. И, друзья, внутри делаю надрезы. Ну, друзья, сюда мне еще понадобится чеснок. Чеснок положу сюда целиком. Понадобится мне еще два перчика острых. Какое же узбекское блюдо без перчиков и без чеснока? Это обязательные ингредиенты. И, мне кажется, практически во всех их блюдах. И я еще заметил, что в узбекской кухне очень сильно используют морковку. Очень много морковки. Допустим, в кавказской кухне морковка, конечно же, используется, но не прям так много. Вот такие блюда морковка ни в армянской, ни в грузинской кухне не добавляется. Ну и, друзья, в принципе, все нарезали. Теперь остается самый легкий момент в этом приготовлении. Это все надо уложить в казан. Такая у меня есть хорошая подставочка под казан. Поскольку казан все-таки черный, внизу грязный. Поставить на что-то другое не получится. Дай, друзья, еще одно отличие басмы от хашламы. Когда мы готовим хашламу, мы первым слоем укладываем овощи. Лук, помидоры, болгарский перец. В случае с басмой здесь все наоборот. Сначала первым слоем укладывается мясо. Дай, друзья, еще можно, кстати, сюда положить первым слоем курдюк. В данном случае у меня курдюка нету. Поэтому ложим кусочки, та сторона, где побольше жирка, и кладем вниз. Далее, друзья, сверху засыпаем это луком. Надо, конечно же, это все дело посолить. Друзья, надо добавить сюда еще красный перчик. Добавляем сюда черный перчик. Далее, кладем помидоры. Именно, друзья, важно укладывать. Надо именно вот так вот, как я сейчас делаю. Это лук, помидор. Далее, это болгарский перец. И морковочка. Дальше, сверху укладываем оставшееся мясо. Также засыпаем это все луком. Далее, сверху засыпаем морковочку. И, друзья, кладем баклажанчики. Вот так вот. Добавляем сюда капусты. Все это дело, друзья, еще надо сверху опять посолить. Также, друзья, надо все это поперчить. Красный перец. В данном случае у меня красный острый перец. И далее, друзья, добавляем сюда картошечку. Картошечку я порезал на две части. И представляете, вот когда будет сверху эти весь сок от помидоров, от всех овощей, сверху картошка получится просто безумно вкусной. Поэтому, друзья, картошка укладывается на самом верху. И она здесь будет у нас не вариться, она будет здесь просто томиться. Картошку надо тоже посолить. Ну и, друзья, все уложили. Теперь остается сделать последний штрих. Да, еще чуть не забыл. Надо сюда положить зелень. Я прямо так целиком листочки базилика. Добавлю сюда кинзы. Сильно мелко, не буду ее рубить. Пусть будет покрупнее. Добавлю немножко укропчика и петрушки. В общем, друзья, сюда идет вся зелень. Какая у вас есть, то и добавляйте. И, друзья, последний штрих. Теперь мне все это надо закрыть листьями капусты. КОНЕЦ. Есть у меня такое предчувствие, что я что-то забыл. И вы мне не подсказали. Конечно же, я забыл добавить самое главное. То, что я говорил, в узбекской кухне без этого невозможно. Теперь мне придется разгребать. Мне надо добавить сюда, друзья, два перчика. Которые я забыл добавить. Еще, друзья, конечно же, мне надо сюда добавить чеснок. Закопая там под картошку. И все, закрываем все это заново. Главное, друзья, вспомнить вовремя. Потому что, когда же приготовишь, уже будет поздно. И вот, друзья, это теперь надо накрыть тарелочкой. Тарелочкой. Тарел сверху, я накрою еще крышкой. Тарелочкой. Ну все, друзья, варим. Где-то часа полтора, но может быть два. Я вам потом скажу, сколько времени это варилось. Подставочку я не стал ставить, поскольку она высокая. И мне не очень удобно будет доставать. Пахнет безумно вкусно. Друзья, это очень вкусное блюдо. Капуста нам, друзья, уже не нужна. Вот этот верхний слой надо убрать и выкинуть его. Она нам больше не нужна. Ну и все, перекладываем все в тарелочку. Друзья, пахнет просто безумно вкусно. Не представляете, какой стоит аромат. Я вам очень рекомендую приготовить это. Я даже пробовать сейчас не буду, поскольку я так готовил уже не один и не десять раз, а очень много раз. Это блюдо нравится всем. Особенно я хочу сказать вам, что здесь получается очень-очень вкусный бульон. И всегда, когда я готовил это блюдо, первым делом съедается бульон. И потом меня еще спрашивают, а нет ли еще бульона. Поэтому, если вы будете готовить, добавьте еще немножко водички, чтобы бульона было побольше. Я вас уверяю, все вам скажут большое спасибо. Ну и хочу сделать последний штрих. Еще все-таки, друзья, я хочу налить сюда бульончик. Это безумно вкусный бульон. Друзья, этот бульон хочется пить. Пить и пить. Он настолько вкусный, настолько приятный. Еще, друзья, я вам скажу, что это еще очень полезно. Представляете, сколько в этом бульоне витаминов. Здесь практически все овощи. И овощи, они такие уже у нас натуральные, сочные, вкусные. И, соответственно, блюдо, оно получается таким же. Все-таки я еще съем кусочек картошечки. Так она аппетитно выглядит. Смотрите, как она прям. И можно как пюре. Картошка просто тает. Фартура настолько мягкая. Это безумно вкусно. Друзья, я вам очень рекомендую. Приготовьте это блюдо. И я уверен, что это блюдо понравится всем. И вашим друзьям, и близким, и родным. Это можно приготовить как и на праздничный стол. Так же, как и на обычный. И просто как обед, и как ужин. Это блюдо подходит везде и всегда. Ну и, друзья, на этой прекрасной ноте, я как всегда хочу вам сказать, если вам понравилось это блюдо, понравилось мое приготовление, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну а я на этом хочу вам сказать. Пока-пока и до новых встреч.